Такие классные лодки. Я увидела, мы были на Азове в августе. Наталья Нестерова состоит во множестве художественных организаций. Участница более 70 выставок в России и за рубежом. Работы Натальи Нестеровой хранятся в коллекциях Дома-музея имени Бекетова в Алуште и Симферопольском художественном музее. Такой поселок золотой. Мы там отдыхали с мужем, а я, как говорила, пока не по пленерию, я не успокоюсь, мужу тоже не дам жить. Поэтому я ходила пленерила, делала небольшие тюдики, а потом уже я все вот это делала уже дома, потому что это длительная работа, это два или три дня. На пленерии, конечно, это было бы неудобно. Там песок, ветер, люди. Ну, люди меня не сильно пугают, но песок и ветер, да. И вот у них такое замечательное деревье. Это не олива, это лох серебристый оказывается. Я их три дня пыталась поймать, как передать вот этот вот и серебристость, и при этом там такие теплые элементы есть в нем. Невозможно поверить, что такие детально проработанные, передающие состояние природы, акварельные полотна создает художник-самоучка из Севастополя. Правду говорят, терпение и труд все перетрут. Акварелист Наталья Нестерова поделилась, как за пять лет добилась такого результата. Была история такая. Дочка готовилась поступать в ход училища, и акварель у нее не получалась от слова совсем. Она не видела цвет. Я с цветом работала, я как раз проходила длительное обучение цвету, колористики. И у меня было пастель и масло. И тут я думаю, я сейчас быстренько, быстренько научусь, ей все покажу. Через месяц я поняла, вообще не тут-то было. И тогда уже пошла на ежедневное. Тяга к живописи настолько захлестнула мастера, что ничем другим ей заниматься больше не хотелось. Успешную карьеру, бизнес Наталья без раздумий променяла на акварельную живопись. Так начался удивительный творческий путь Натальи в мир изобразительного искусства. Вот в этом январе было у меня 3 января акварельное день рождения, считается, перерождение такое для меня. У нас вообще-то такой уже семейный праздник получился. Это очень мало, но у меня очень плотный был график первые несколько лет, ежедневный. То есть я не знаю, ну по тысячу работ я уже точно сделала акварельных разного формата. Начинают вот таких. И вот сейчас метровые форматы пишу. Пока их, по-моему, 4. Набила руку до уровня профессионала Наталья не только количеством работ, но и системным постоянным обучением. Благодаря чему в конце 2019 года в Москве приняла участие в первой в своей жизни выставке. Я очень такой человек серьезный, системный, поэтому я сначала брала какие-то курсы, потом у меня было два куратора. Я сдавала работы, там мне обязательно было 10-15 работ за неделю. И вот мы раз в неделю созванивались, мне давали разборы. Работает Наталья только с акварелью в стиле реализм. И, как многие могут заметить, пишут художницы исключительно пейзажа, в основном морские. Влюбилась в акварель, она совершенно другая, другой материал. Во-первых, он не подвластный, наверное, такому жесткому контролю, как масло. Масло можно четко разбить на этапы, можно чуть-чуть поделал, пошел там что-то, не знаю, кушать приготовил, вернулся. В акварели такого нет, в акварели у тебя есть этап, хочешь, не хочешь, тебе надо это успеть сделать. Иначе все пропало и вообще не надо было начинать. Поэтому и все равно будут какие-то вот такие вот нюансы. Вот я пишу море, ну вот не знаю, точно больше тысяч работ уже морских. И все равно каждый раз надо договариваться с акварелью. Часто художница слышит от зрителей такие отзывы о своем мастерстве. Ваши работы похожи на фотографии. В действительности, конечно, это не так. Ведь море на фотоснимке получается плоским. А в работе Натальи, благодаря точной детализации, технике мастера и свойствам красок, зритель на подсознательном уровне может ощутить состояние, которое пытался передать живописец в пейзаже. Бушующее море, спокойные волны, легкий бриз, шторм. Также на ощущение и восприятие работ влияют форматы, в которых любит работать мастер. Больше себя чувствую, наверное, не так. Море больше открывается на больших форматах. Вот море – это форматы. Я когда была в Питере и в Москве, я все время хожу, смотрю на моего любимого Ивазовского. Вот я когда увидела его «Черное море» работу, я стояла и ревела в Третьяковке. Потому что там ничего нет. Это просто «Черное море», но это формат. Ты его видишь, все в душе аж, вот сейчас в мурашки. Вот, поэтому как-то море, оно требует форматы. Ну и да, сложно, в аквареле это сложно, но интересно. Здесь уже больше работала как художник, да. То есть у нас есть определенные тональности, там, темные места, да, скажем. И если я здесь бы делала такие же темные места, как на дальнем плане, на среднем плане, то получилось бы ощущение отсутствия толщи воды, да. То есть когда воды мало. А мне хотелось, чтобы это было главное. Поэтому здесь намеренно я убирала теневые. Причем тоже сначала не дошло. Я пытаюсь, а оно не получается, она у меня, вот эта вода не ложится и все. Ну вот я несколько раз пробовала, смывала, благо бумага позволяет. Вот это как раз вот просвойство бумаги, да. Это 640 грамм, это очень толстая бумага, это уже как картон такая. И она позволяет экспериментировать над собой очень, ой, очень хорошо. Вот, поэтому, да, тут вот самое сложное было с этим, но разобралась. За пять лет своего творческого пути Наталья из ученицы уже успела стать педагогом. Своим подопечным она уделяет достаточно много времени. Подсказывает и поддерживает их на всех этапах. Делится своей техникой и опытом. Все ее студенты – это уже взрослые люди. Сама художница тоже взяла кисть в руки в зрелом возрасте. Поэтому у других, кто хочет начать рисовать, призывает не бояться и не глушит свой дар заботами, делами, обстоятельствами. Я всегда всем говорю, что если есть желание, есть возможность работать, то все получится и в любом возрасте. Потому что есть ученики у меня, которым 60 лет, есть которым 70, есть которым 30. Вообще не играет никакой роли, когда начинать. Главное, чтобы это пришло в твою жизнь, творчество. Потому что мир меняется вообще кардинально. Наталья Нестерова – мастер серьезный и системный. Всегда планирует свой день, работу и строит планы на будущее. Сейчас у нее есть конкретная, большая цель, которая она постепенно, не спеша движется. У меня мечта сделать метр пятьдесят в длину, а потом я хочу метр пятьдесят на два-два с половиной работы. То есть, ну, это формат уже практически пикборд, ну, не пикборд, но практически, да, там метр пятьдесят на два. Я не представляю, какие там будут кисти. И там вот совершенно будет, надо будет изобретать технику и как работать. Ну, вот, наверное, здесь на полу будем класть, потому что места нет, как это все делать. Но это мечта.